Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике я расскажу вам, в чем причина повышенной хрупкости скелета и что нужно сделать, если вы столкнулись с такой проблемой. Если вы хотите разобраться в этом вопросе, пожалуйста, смотрите ролик до конца. 30% женщин после менопаузы, где-то 20% мужчин старше 50 лет испытают низкотравматичный перелом в течение своей жизни. Низкотравматичный – это тот перелом, которого могло бы не быть, если бы костная ткань не была изменена. Причиной низкотравматичных переломов является остеопороз. Такое состояние, при котором снижается плотность костной ткани, уменьшается костная масса и нарушается внутренняя организация костной ткани, микроархитектоника. Если произошел перелом при обычном падении с высоты собственного роста на ту же поверхность, это важный симптом о том, что со скелетом что-то не в порядке. В костной ткани произошли какие-то такие изменения, которые уже нуждаются в консультации врача и соответствующем частному назначению лечения. И молодые люди тоже могут быть в группе риска, если есть какие-то серьезные заболевания хронические и прием определенных препаратов. Но наиболее серьезные последствия влекут за собой прием глюкокортикоидных гормонов. Их часто назначают при аутоиммунных заболеваниях, бронхиальной астме. Впрочем, сами эти болезни тоже предрасполагают повышенной хрупкости скелета. Есть также определенные факторы риска. Например, если мама или отец имели перелом бедра в каком угодно возрасте, даже 80-90 лет, это уже важный фактор риска. Сам по себе остеопороз никак не проявляется. Как правило, мы вынуждены искать этих пациентов активно. В тот момент, когда случится перелом, естественно, клиническая картина видна и сложно себе представить, чтобы человек этого не заметил. И, тем не менее, такое бывает. Например, переломы тела позвонков не всегда диагностируются вовремя. То есть, может быть боль в спине, может быть нарушение осанки, и пациенты связывают это с остеохондрозом. То есть, лечатся совсем от другого заболевания. Когда к нам впервые приходит пациент с этой проблемой, мы начинаем с самого простого – с измерения роста. Также у нас есть международный калькулятор факторов риска. Мы оцениваем индивидуальную десятилетнюю вероятность переломов с помощью ФРАКС. Но это простые вопросы, на которые пациент отвечает. Есть и более высокотехнологичные методы диагностики, такие как денситометрия, компьютерная томография, чтобы разобраться перелом или не перелом, и в чем причина снижения роста, если она есть. Способы лечения – это, безусловно, медикаментозные. Здесь мы, как правило, не используем какие-то хирургические методы. Это комплекс реабилитации функциональный, если есть переломы, и, собственно, медикаментозного лечения, направленного на улучшение внутренней организации костной ткани, повышение минеральной плотности, и повышение прочности скелета. Препараты мы подбираем индивидуально. Как правило, помимо методов визуализации, денситометрии и опроса факторов риска, мы проводим лабораторные методы исследования, чтобы исключить другие причины повышенной хрупкости скелета и, в том числе, подобрать оптимальное для данного пациента лечение. Лечение это длительное, потому что, действительно, заболевание ассоциировано с возрастом. И, как правило, такие пациенты наблюдаются у нас многие годы. Но мы почти всегда добиваемся стабилизации процесса, хорошего результата. В большинстве случаев удается добиться и прибавки минеральной плотности костной ткани. И самое главное – остановить вот этот каскад переломов. Тот пик костной массы, который мы набираем к 25-30 годам, это, собственно, наш капитал, который в течение последующей жизни мы неизбежно теряем быстрее или медленнее. И, соответственно, если набор пика костной массы был достаточно хорошим, если человек потреблял достаточно кальция, фосфора, белка и генетической предрасположенности к повышенной хрупкости скелета нет, то и вот этот капитал дает нам больше возможности стареть без остеопороза. Курение, злоупотребление алкоголем значимо влияет на минеральную плотность костной ткани и, собственно, на риск переломов. Физические нагрузки, причем в более молодом возрасте – это осевые нагрузки, например, танцы. А в более старшем возрасте мы стараемся укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник, и улучшить равновесие, чтобы пациенты меньше падали. Потому что, к сожалению, только физические нагрузки уже не позволяют набрать костную массу без помощи фармакологической. Медицинскую помощь в нашем учреждении вы можете получить бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, высокотехнологичной медицинской помощи, а также на коммерческой основе. Чтобы записаться на консультацию в наш центр, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!